приветствую вас ребята сегодня у нас серия о citroen gt мы строим точную копию на один единственный автомобиль в мире значит вы спрашиваете часто что же с этим проектом где он пропал почему о нем нету никакой информации не в инстаграме не на youtube давайте вам сегодня все расскажу и покажу что с ним на сегодняшний день то для наших украинцев я сегодня поясню чему я не ведусь youtube канал украинской мовы а лица буду в другой частине всего видео значит давайте самого начала но очень коротко к нам привезли донор porsche боксера с правым рулем и с убитым двигателем это конечно же была ошибка я об этом говорил нужно было брать левый руль и сразу нормальный донор с нормальным двигателем чтобы ничего в дальнейшем не делать все по заводу все работает все класс было бы но что имеем с того и строим значит свою часть работы мы сделали это удлинили автомобиль расширили колею поставили на колеса колеса мы изготовили точно такие как оригинала один к одному отшпаклевали кузов все зазоры вывели сняли матрицу и пришло дело уже устанавливать двигатель который нам предоставил тоже клиент от chevrolet corvette но так как мы не занимаемся свапами двигателей у нас есть ребята с которыми я познакомил нашего клиента он договорился но потом спустя какое-то время он передумал и захотел электродвигатель установить в общем все это время машина с просто стояла договорился с какими-то ребятами я и даже не знаю чтобы поставили электродвигатель батарейки в общем поставили на электрический ход но тут нежданно пришла к нам война пришли освободители конечно же в скобочках освобождать непонятно от чего и автомобиль какое-то время простоял и все-таки клиент решился дальше продолжать свап двигателя все-таки он вернулся к chevrolet corvette скому двигателю и ребята приступили к работе мы им передали двигатель передали автомобиль и спустя какое-то время прям на земле они запустили это двигатель сделали его диагностику что он живой хороший и можно продолжать свап а а а Субтитры сделал DimaTorzok И опять же, спустя какое-то время они его всунули в этот автомобиль И я вам, ребята, точно скажу, что это крайне непростая была работа Потому как по длине вместе с коробкой он вообще не помещался в этот донор Но им пришлось там перегородку вырезать и так далее, сместить, чтобы это все влезло вовнутрь В общем, двигатель сейчас заводится, но машина еще не ездит Там, конечно же, большой объем работы, кондиционер поставить, все шланги провести, охлаждение двигателя и так далее Но помимо всего этого, они еще устанавливают тормозную систему тоже от Chevrolet Corvette Тормозные диски огромные, суппорта здоровенные И сразу же перекидывают руль с правой стороны на левую, так как это положено во многих странах нашего мира В общем, я это все рассказал вам буквально за две минутки Но поверьте, что это просто колоссальный кусок работы Я не знаю, когда нам отдадут автомобиль, чтобы мы его дальше заканчивали Но поверьте, когда это все соберется, это будет просто ракета С шикарным выхлопом на V8 Мощность, я даже не знаю, сколько это мощности Около 400 лошадиных сил С нормальным рулем И мы будем продолжать этот проект Давайте я вам ставлю пару кадров И вы посмотрите, что у ребят уже на сегодня получилось Снимать будем для того, чтобы покрасить наше крепление До речи, крепление двигателя, оно полностью заднее На родном месте, вариантов уже много продумывали, но остановились на этом То есть задние подушки, полностью первый оригинал Купили, если нужно, поменяли Тут мы уже доробили троси переключения передач Уже все стоит в салоне Доробляем колесу крепление Мика, вот тут будет стоять на всех болтах Крепление двигателя У нас вот там Может лучше Все будем снимать Сейчас проводим порядок Хорбовать компресор кондиционера Площадку такую Зараз треба привести в порядок Пофарбувати Чтобы оно все было Охайное Крепление двигателя Вы тут можете бачить Ци подушки великые Там мы подобрали Внедорожник какой-то там Ниссана Площадка крепления Досить крепкая Это уже поставили Полку в салон Далее туда поднимать будем Полуоси будут на следующей неделе Ну думаю, что Остакий вот фронт работы Передача уже салона переключается Рычаг стоять Все порядок Пошли полуоси Виготовлені Цей львіше мы Зразок Відправляли Довжини Ишлицев А это уже нам Зробили Поставили Назад уже двигун Пофарбували Всі Всі ці кронштейни Зараз доставляемо все назад И будем складать уже ходовую часть Розбирали коробку Новое щеплення полностью стоит там Все порядок Склали передню ходову Все на месте Встановлений бак Полностью Вирізали полностью все в салоні Пробували переставити Руль с правой стороны на леву Разом з тим блоком педалі З тим всім в зборі Нічого у нас не вийшло Тобто в будь-якому випадку Придеться купляти Леву сторонний руль Леву і педалі Переварюти просто без смаслі Ми вже на ділю займаємся цим питанням Його доступити Але поки безрезультатно В общем на сьогодні Наш Citroen GT Выглядит именно так Як ви його тільки що увидели Ждем Когда ребята закончит Ми будем продолжать этот проект То есть он не пропал А все в процессе Это очень-очень большой Сложний кусок работы Что ребята все делают по уму Чтобы было все правильно Что мы относимся так Чтобы наш клиент был доволен Ну а заряд, друзья Давайте я вам поясню Чому я веду YouTube канал Російською мовою Значит, смотрите У меня клиентов из Украины Ну можно сказать Совсем нема То есть Из 10 автомобилей Яких вы бачили Это только один Украинский Те, что вы бачили Законченный проект Это, я вам напоминаю Запорожець Это из Украины Это было десь года два назад Да, когда мы его отдали И Мерседесу Німог Вы можете тоже помнить Такий здоровенный автомобиль Мы его построили тоже для клиента Из Украины Все інше Это очень разные страны И из 10 автомобилей Только три моих клиента Они понимают Украинскую мову Все інші Они Ну, кто-то Трошки Понимает Российскую Кто-то У кого-то Там сестра Брат Там Чи жінка Чи еще Кто-то Розмовляет Російською мовою Тому Мне приходится Вести Свой YouTube канал Російською мовою Только из-за того Что его Больше Понимают В свете Если бы у меня были Украинцы Замовники А уже Я бы ввел И на украинской мове Повністю Свой YouTube канал Если бы я ввел Спочатку Украинское А перейшов на русийское Да Это было бы Дуже неправильно Я понимаю Украинцев Что это вам Не дуже подобается Но Поймите Что это моя работа Если я перейду На украинскую мову Я Дуже и дуже Багато клиентов Просто Загублю Вы бачили У нас Дуже багато Різних проектов Гелик 6х6 Я строил для Америки Это сирий матовый Може помните Это Дуже багато роков назад Ця людина Розмовляє Англійською І розмовляє Російською Мовою Тому що він Колись жив В Армєнії А це Випомните Був колись СССР Потім Зовсім недавно Я віддавав Гелик 6х6 Тоже для клієнта З Америки Ця людина Розмовляє Англійською І розмовляє Російською Мовою Тому що він Дуже давно Жив В Молдові Переїхав туди Тобто українську мову Він знати Ну не може Потім Ви бачили У мене Гелик 4х4 В квадраті Для Казахстана Робив Тоже Вони Ну ніяк не можуть Розуміти Українську мову Тобто російську мову Без питань Вони розуміють Зараз Я дуже багато Проектів веду Це Постройки 4х4 Та Гелик 6х6 Це в різних странах Це Румынія Болгарія Стрини Там люди розмовляють Російською мовою Деякі страни Погано розуміють Але Хоть якось Я нахожу Спільну мову Я думаю Що ви зрозуміли Що в мене Дуже багато клієнтів З Америки З тієї же Європи Це Люди Які Бивши СССР Вони Роз'їхались По всьому світу І зараз вони Себе добре почувають В плані Фінансово І їдуть Замовляти У нас Різні автомобілі Хто Розуміє на український Без питання Перехожу на українську І розмовляю Але є такі Що зовсім Не розуміють українську І це буде несправедливо Даже Їхні автомобілі Знімати На українській мові Яку вони Не розуміють Ну зразу Підкреслю Що це не росіяни Тому що Знаєш Що ви хочете написати Значить ти на росіян працюєш Ні Друзі У мене не було росіян І їх не буде Тому що Я думаю Що вони розуміють Що з ними буде В нашій державі Це перше Де і друге Як це я буду строяти Росіянам автомобіль Коли їхня армія Прийшла Нас вбивати Тобто я абсолютно Нормальна людина Так що друзі Війдіть в моє положення І будь ласка Не пишіть мені Бо це мені дуже неприємно Якби я добре Володів англійською мовою То я б вів би Ютуб канал на англійську Ми вже зробили свій англоязичний Ютуб канал З переводом Але там більше Чуть-чуть більше Тисячі підписників В общем це дуже довго Поки він набере Хоча би 10 тисяч підписчиків Якщо війдіть в моє положення І зрозумійте Перегляди Якщо ви думаєте Що мені переглядів Більше потрібно Що я росіянам показую Щоб вони там дивилися І якась монетизація То я вам точно скажу Що ви дуже помиляєте Тому що мене вони не цікавлять Це перше Друге Від них монетизацій нема Америка відключила їх І Білорусь відключила Тобто якщо на території Росії Або Білорусі Мої відео дивляться Вони не монетизуються Зрозуміло Якщо у вас є якісь пропозиції Як мені робити в даної ситуації Пишіть в коментарях Я всіх вислахую У мене якась ситуація така тупікова Але зрозумійте і мене Без роботи зовсім не хочеться залишитись Я себе не рахую блогером І не знимаю розважальний контент Але я вам обіцяю Якщо ми будемо їздити на пакетушки Це буде чисто українська мова Бо то я рахую, що розважальний контент Так що пишіть свої коментарі Всім до зустрічі Пока Нові проекти зовсім скоро